Здравствуйте, друзья! Кремлевский доклад. Полный список чиновников и богачей, которых наказали. Кремлевский доклад. Полный список чиновников и богачей, которых наказали. Сам список вы можете увидеть в описании под видео или поставив видео на паузу. 30 января 2018 года 210 российских чиновников и миллиардеров попали в Кремлевский доклад. Американское финансовое ведомство огласило ранее анонсированный Кремлевский доклад. Список высокопоставленных российских госслужащих и бизнесменов, приближенных к высшему руководству РФ. Значительная часть перечня, насчитывающего 210 фамилий, совпадает со списком богатейших россиян по версии журнала Forbes. Кремлевский доклад оказался обширнее, нежели ранее прогнозировали эксперты. Он состоит из данных 210 россиян, а не 50-100 человек, как предполагали источники американских и российских СМИ. Фигуранты списка по принадлежности разделены на 4 группы. В первую вошли сотрудники администрации Кремля, во вторую члены правительства, в третью иные политики и госслужащие, занимающие высокие должности, в четвертую представители крупного бизнеса. В правительственной части перечня оказались все министры и вице-премьеры, а также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Третий блок открывают председатели обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. По соседству упоминается столичный градоначальник Сергей Собянин. В этой же категории оказались руководители силовых ведомств и спецслужб. Далее размещены имена руководителей крупнейших компаний подконтрольных государству. Представления Газпрома Алексея Миллера, главы Роснефти Игоря Сечина, руководителя Сбербанка Германа Грефа и многих других. В компаниях включение в доклад своих первых лиц не комментируют. Посвященный олигархам, блок представлен Романом Абрамовичем, Алишером Усмановым, Владимиром Евтушенковым, Алексеем Мардашовым и другими известными представителями отечественного бизнеса. Авторы доклада отметили, что в блок включены российские предприниматели, капиталы которых превышают 1 миллиард долларов. В общей сложности чиновники и государственные топ-менеджеры заняли 114 строчек списка. Олигархи 96 позиций. Конечно, этот список не включает автоматические репрессии в отношении участников кремлевского доклада, но дает понять, что они взяты Америкой на заметку, и если будут вести себя своевольно, то репрессии начнутся. Весь этот список задумывался как способ давления на нынешнюю власть. Все олигархи теперь будут оказывать давление на кремлевский кабинет, чтобы спасти свои виллы, яхты и деньги в иностранных банках. Ведь если у них не получится сделать правительство более уступчивым для американцев, то они потеряют все. Не включили в список главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, лидеров парламентских партий, кроме Единой России, вице-спикера Совета Федерации и секретаря Генсовета партии власти Андрея Турчака, главы Роснана Анатолия Чубайса. Нет в списке председателя Верховного Суда Вячеслава Лебедева и председателя КС Валерия Зорькина. Отсутствует в кремлевском докладе и глава Центра избиркома Элла Памфилова. Это говорит о том, что данные персонажи уже доказали свою преданность западным кукловодам и их не понадобилось дополнительно приструнить. Еще очень удивляет, что в этом списке нет ни одного русского. Представляете, кто правит Россией? В любом случае, крайним опять окажется простой народ. Ведь ему теперь еще более усиленно буду говорить, что санкции усилились, затяните пояса, будут вводить новые налоги и прочие поборы, чтобы восполнить свои потери. Итак, полный список вы можете прочитать в описании под этим видео.